День с толком Коротко о главных темах выпуска Словно гостиницы, зачем поликлиникам планируют присваивать звезды? Цена жизни 50 тысяч долларов Жительница Барнолла срочно требуется финансовая помощь Алтай оккультуривается Я раскрою страшный позорный секрет Большинство москвичей знают слово Алтай Но что есть Алтайский край и Республика Алтай Какие достопримечательности края попали в объектив съемочной группы федерального телеканала? Итак, в районе Нового рынка практически парализовано движение Там собираются километровые пробки Накануне на проспекте Ленина начали перекладывать участок теплосети Ситуацию усложняют еще и пешеходы Для них организовали временный переход Он не регулируется, но людей, как известно, в районе Нового рынка много До 18 июля перекроют улицы Пионеров и две полосы Ленинского проспекта В районе здания с номером 102 и буквой Б С 19 июля Ленинский также перекроют в другом направлении Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС Водители просят заранее продумывать маршруты объезда Продумать идею, которую предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предстоит и чиновникам, и жителям страны Заключается она в следующем Поликлиникам будут присваивать звезды, как гостиница Сертификация ждет пока только бережливые поликлиники Это нужно, чтобы оценить качество изменений Эксперты будут обращать внимание на очереди, обстановку внутри На качество работы врачей, жалобы пациентов Напоминаю, пока система звезд – это только идея Моя коллега Дарья Эйдемиллер вышла на улицу, чтобы узнать Как к такой сертификации поликлиник относятся барнаульцы Федеральные власти предлагают начислять поликлиникам звезды, как гостиницам Как к такой инициативе относитесь? Наверное, положительно Почему? Ну, все-таки людям надо знать, куда они пойдут Во второсортную больницу, где есть не все врачи Или первоклассную, где будет обслуживание получше И на прием попадешь побыстрее У нас есть необходимость оценки поликлиник Есть возможность переходить за одной поликлиники в другую Поэтому, чтобы была возможность выбора Была возможность посмотреть, как это оценить Как быстро оказывают медицинскую помощь То есть, это связано с регистратурой Затем, качество какое То есть, какое эффективное ли лечение оказывают Как к тебе относятся врачи? И обстановка, допустим, в больнице, в самой ремонт Как считаете, нашим больницам сейчас сколько звезд можно дать? Я не могу сказать Я пошла лечиться в платную поликлинику Потому что здесь внимание, потому что здесь забота Смотря какая поликлиника, в которую я хожу, я бы максимум две Вот сейчас я была, это я бы дала все звезды, какие только можно А так вот, по месту жительства вторая поликлиника Ну, ой, какие звезды там Продолжим выпуск 49 курсов химиотерапии, пересадка костного мозга Это история о том, как жительница Барнаула Юлия Романова Мужественно борется с онкологией Уже только представьте, 9 лет Сейчас девушке 27 У нее последняя стадия рака, четвертая Диагноз неутешительный Лимфома Ходжкина Несмотря на трудности, в свое время Юлия закончила политехнический вуз На очном отделении, прошла лечение Но болезнь не отступила, увы Многие врачи говорят о неутешительных прогнозах Но шанс на жизнь все-таки появился Юлию готовы принять в Китае, чтобы провести два месяца клеточной терапии В Китае меня готов принять Интерес в том, что я такой пациент Сложно у вас достаточно, что они попробуют меня вылечить И у них статистика своя Есть шанс, что получится Проблема в том, что лечение в Китае обойдется просто в космическую сумму Около 50 тысяч долларов Семья Романовых не сможет одна справиться с такими затратами Хотя от этого и зависит жизнь Юлии Но девушка уверена, что мир не без добрых людей В социальных сетях она объявила о сборе средств на терапию На экране вы видите номер карты Юлии Ну а прямо сейчас на экране снимок Дворца зрелища спорта Да, вот таким он был Теперь это в прошлом Новый фасад обновленной арены Вновь оказался в центре внимания По-прежнему идут споры среди болельщиков и архитекторов Как должна выглядеть Теперь уже Титов арена По их мнению Экспертов сине-белая цветовая гамма вместо голубой Нарушит архитектурный ансамбль центра города Успевают ли рабочие сдаться в срок И о новом цветовом решении в репортаже Валентина Аскеровой Идут фантажные работы По тому, чтобы подвешить куб Именно это тоже такой очень серьезный конструктив Сегодня мы начинаем фасад с правой стороны Видите, работа крана Левую сторону мы уже зашили Вместо окон пластик Вместо голубого цвета темно-синий Главный спортивный объект края преображается не только внутри Но и внешне Уже к осени фасад дворца обошьют сине-белыми сэндвич-панелями Такое решение оправданно, считает руководство Ведь оно соответствует цвету главной хоккейной команды края Динамо Алтай Вот только для градостроительного совета города Это не аргумент Новая расцветка их возмутила Бедный дворец спорта Совершенно очевидно, что новые фасады хуже старого образца И абсолютное непонимание градостроительного контекста Историческую ценность имеют мозаичные панно и стильный логотип наверху Это нужно сохранять и тактично включить в решение фасада После волны негодования проект фасада решили скорректировать Как пока еще обсуждается, пояснил управляющий директор Ледового дворца Евгений Якунин Читая комментарии, никто не критикует на самом деле Если мы говорим про градостроительный совет, наверное, только одни критиканты у нас А так молодежь в ВКонтакте, в Инстаграмах, везде говорят, что, конечно, нужен современный, качественный новый фасад здания Потому что то, что было построено 70 лет назад, давно уже устарело Мы тоже решили спросить горожан, как они оценивают цветовое решение А заработать по всем срокам он должен осенью, несмотря на то, что сдана самая важная часть Демонтированы деревянные перекрытия, установлены новые, остается еще много работы Предстоит установить новые трибуны, заменить коммуникации, построить современное ледовое поле Руководство, конечно, не утверждает, но надеется, что уложится в срок к концу сентября Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком На это же время осень анонсирован выход фильма, который снят на Алтай и про Алтай На этот раз камнерезной историей заинтересовался канал Культура Илья Кочетков провел с московской телевизионной группой Первый съемочный день и узнал, чем поразил Алтай наших столичных коллег Давай, Лиз, вводи свет назад, чтобы камень темным стал Да, вот так, теперь я буду панорамировать, а ты поведешь свет и оставишь его Раз, два, три, да, начали Елизавета Антипова и Евгений Кривцов Съемочная группа одной из московских производственных студий Пусть вас не смущает, что их лишь двое Современная техника позволяет работать, перемещаясь по городам и весям вот таким небольшим составом Для канала Культура они снимают цикл «Пряничный домик», посвященный народным промыслам России Елизавета признается, много где побывала, но Алтай до сих пор оставался для нее настоящей загадкой И как только появилась возможность прикоснуться к алтайской культуре, не раздумывая, поехала Прямо с самолета столичные гости отправились в музей «Мир камня», где погрузились в камнерезную историю Алтая А впереди масса планов и съемочных дней Я раскрою страшный, позорный секрет Большинство москвичей знают слово «Алтай», но что есть Алтайский край и Республика Алтай, и что это два разных субъекта Российской Федерации Об этом не знал никто Вот, я разобралась И в Алтайском крае мы снимаем программу про камнерезов Потом мы переезжаем в Республику и продолжаем снимать Это будет вторая программа, это будет другая программа этого же цикла И посвящена она будет ремеслам коренных народов Алтая Евгений Кривцов на телепроектах, что называется, собаку съел на телекране с 18 лет Мы могли его видеть в популярных проектах «Доброе утро», «Маршрут построен» и многих других Успел проявить себя как журналист, ведущий, автор, режиссер, даже киноактер и оператор Признается, Алтай уже успел его приятно удивить С самолета, когда мы подлетали, меня впечатлило количество зерени Которая здесь, просто она везде, и город зеленый, и вся природа То есть мы когда влетели, я такой, ничего себе, куда я попал Это просто какой-то, я не знаю, ну шир, где хоббиты могут обитать, вообще в легкую В общем, очень красиво, здорово, хочется теперь попасть непосредственно, так сказать, поближе на это все Посмотреть, сделать крупнички Снять и крупные, и общие планы ребятам предстоит в ближайшую неделю Сначала в горно-колывани, побывают на камнерезной фабрике, затем их ждет восхождение на гору Синюху Далее они отправятся в горный Алтай, знакомятся с исконными ремеслами и горловым пением Ну а мы сможем полюбоваться родными просторами в эфире канала «Культура» уже в ближайшие месяцы Выход программ намечен на сентябрь или октябрь Анастасия Драган, Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком Через пару секунд о погоде спонсор прогноза компания «Валар» У меня к этому часу все новости и итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok